Так, это я пришел к той семье, где у меня есть подозрение на то, что пчелки заголодают. Смотрим на пчелок. Первое, что делаем, всегда смотрим на пчелок. Сухие, необхаженные, но что в них вроде как не так. Они очень мало шевелятся, то есть пчелы малоактивные. Еле теми лапками перебирают. И это меня наводит на мысль, что либо они плотно сидят в клубе, либо они немножко подголодали. Поэтому начинают экономить еду, и как подводники. Когда у подводников не хватает кислорода, они ложатся на койке и поменьше шевелятся. Так и пчелы, когда у них корма не хватает, они поменьше шевелятся, чтобы корм сэкономить. Ну, смотрим на ситуацию. Вот у нас пчелки, пчелки, пчелки. Вот у нас две рамки невостребованные. Хотя на этих рамках пчелы сидели. Они их обсиживали. Теперь они их бросили и перебежали в серединку. Возможно, у них есть расплод. И с этой стороны у них тоже есть одна рамка. Ну, а теперь все это дело хозяйства. Крайние рамки в смысле. Осматриваем. Есть там мед? Нету там меда. Если есть, в серединку. Смотрим, что тут делается по этим рамочкам. Тут мед у них есть. Вот видно, корм есть. Немножко не запечатаны. Не успели они запечатать осенью. И видно, пчелки мертвые на меде. Это был клуб. Потом пчелки отсюда ушли с этой рамки. Туда, ближе к основным пчелам. А те пчелки, которые не успели уйти, тут и замерзли. Так, эту рамочку в сторону. У нас вторая необслеженная рамка. Есть следы обгаживания. Немножко на это, потому что я их осматривал. Недавно на видео показывал. Поэтому есть следы. Поэтому пчел в феврале лучше уже не осматривать. Вот это последний осмотр. Исправляем ошибки. И на этом прекращаем. Опять же, та же ситуация. Вот. Был клуб. Клуб сбежал. Те пчелки, которые не успели сбежать, замерзли. Так, ну и смотрим. Вон крошка видно. Распечатано меньше, чем наполовину рамки. Эта рамка тоже у них не использовалась зимой. Полностью запечатанная. Легенькая рамочка. Значит, они эту сторону хорошенько подъели. Смотрим. Вот клуб. Мед. Есть. Есть. Немножко корм. Там вот видно, с той стороны тоже пчелы сидят. С этой стороны корм у них есть. Значит, неправильно я определил, что пчелки голодают. Они в этой семье не голодают. Тревога была напрасной. Тут они нормально зимуют. Вот видно, крошка распечатана. До конца рамки не распечатаны. Потому что мед на рамке не распечатан. Поэтому крошки нет. Поэтому по крошке, даже без разборки гнезда, вытянул заставную, сбоку фонариком посветил, сразу видно, докуда распечатан мед. И это один из способов определять, хватает у них меда или не хватает. Так. Тревога была напрасная. Но мне не нравились, как они гудели. Поэтому я решил их разобрать. Но, как видно, тут все хорошо. Значит, что эти пчелы учудили не так. Обычно клуб должен быть в форме шара. Потому что, когда клуб в форме шара, наименьшие теплопотери. А эти пчелы почему-то в форме шара решили не сидеть, а сбежались на пять улочек. Раз, два, три, четыре, пять. Да, на пять улочек. Хотя эта семья, у меня по записам, находилась в пределах семи улочек. То есть, эти семь улочек сбежались на пять улочек. Почему-то им так больше понравилось. Потому что это не была семья на пять улочек. Это была семья гораздо на больше улочек. Ну, давайте еще эту рамочку отодвинем, посмотрим, что они там чудят. Вот. Ну, бывает. Бывает, что клуб растягивается вдоль улочек и не хочет быть в форме шара. Такая температура нынче. Зима теплая. Если бы зима была холодная, они бы сели в форме шарика, как и положено. Потому что тепло бы экономили. А так как зима была теплая, им тепло экономить не надо было. Вот это напротив этой улочки как раз-таки литок расположен. Они пошли за вентиляцией. Им напротив литка было легче дышать. Вот они напротив литка и растянулись. Негодницы. Ну, ладно. В общем, переживал за эту семью, а переживал напрасно, оказывается. Так, ну, давайте вытянем эту рамочку, посмотрим. Вот, видно, клубище сидит. И вот эту рамочку они практически подожрали всю. Потому что на эту рамочку приходилось много пчел. С этой стороны корм еще есть. Им его хватило бы до весны. С этой стороны тоже корм есть. Но на тех рамочках будет такая же ситуация, как с той стороны. Меду им хватало до весны. Мои опасения напрасны. Ну, раз я уже сюда залез, то значит, подставлю им рамочки с медом. Вот эти их же рамочки, которые у них стояли сбоку, я им сюда назад и поставлю. Пусть чай едят. Это, конечно, перестраховка уже. Ну, раз уже разобрал немножко гнездо, то перестрахуюсь. В принципе, этого можно было тут не делать. Так, ну, это единственная семья, за которую я переживал на пасеке. Остальные все должны быть нормальнее. Сводим рамочки и закрываем этот марлезонский балет до самого облета. Больше нам тут делать нечего. Убедились, что корм есть. Хватает. Еще и подставили. Прикрою немножко, чтобы они не нервничали. Сейчас я им с этой стороны еще одну рамочку поставлю, потому что у них же две было. Тут с этой стороны меду не тронуто. Так, отодвигаем эту рамочку одну. На вес слышу, что тут мед подъеден. Да, подъеден. И подъеден очень хорошо. Поэтому мы сюда им рамочку с медом. Хлоп, бейс. И все. И теперь на 150% уверены, что меду им до зимы тут хватает. Сейчас клуб сойдется, потому что температура не низкая. Закрываем этот балет. И на этом все. Вот, это нормально зимующая семья. Сейчас все пчелы почему-то сбились на рамки. Тут пять улочек. А тоже семья была на шесть улочек. Почему-то в этом году пчелки начали сбиваться в кучку. Но, скорее всего, они начинают расплод выращивать. Поэтому хотят, чтобы было теплее. Так, видно. Пчелы посреди гнезда. С этой стороны мед у них подожжен. Вот, если посмотреть туда, то тут спереду мед подъеден. Пчелки идут. Пчелки сухие, красивые, шебуршные. Лапками шевелят хорошо. А смотрим сюда, видим запечатанный мед. То есть, с этой стороны они мед еще не распечатывали. То есть, этого корма им хватает. Вот это зимует семья хорошо. Вот тут никаких проблем нет. Обычно они в середину улья уходят 15 февраля. Сейчас 3 февраля. Ну, ушли пораньше. Ну, конечно, год на год не попадает. Но, в принципе, ничего страшного. Все, как и должно быть. Пчелки в серединке. Кормов с левой стороны много. Семья зимует нормально. Можно закрывать и не переживать за эту семейку. Тут все хорошо. Это экспериментальный улей. Это улей, который у меня зимует без утепления. Была семья на семи рамках. Сейчас сбежалась на 5,5-6. Ну, да. Они начинают выращивать расплод. Поэтому спрессовались в гнездо. Видим. Это передняя стенка. Они сидят возле передней стенки. Немножко отошли. Возле задней стенки куча кормов. Так. По итогу. Семья, которая зимовала без утепления. На данный момент зимует лучше, чем семя, которые зимуют с утеплением. Пчелки чистые, красивые, не обгаженные. Правда, что-то очень слабенько шевелится. Ну, понятное дело, потому что они без утепления. Им холоднее. Так что без утепления зимовать в наших зимах можно. А может быть даже и нужно. Ну, хорошо. Эксперимент, значит, прошел успешно. Результат позитивный. Вот еще одна семья зимует с утеплением. И зимует исключительно хорошо. Сидят возле передней стенки. И исключительно классно зимует. Клуб спереду. Меду сзади. Еще на одну зиму хватит. Это в этом году рекордсмен по отличной зимовке. Прекрасно пчелки зимуют. Даже лучше, чем в том улье, где они зимуют без утепления. Так что не угадаешь с утеплением, без утепления. И так, и так нормально зимует. Но рекордсмен все-таки зимовка с утеплением. Такие вот дела на пасеке. В общем, зря я волновался. Все нормально зимуют. Все хорошо. Единственное, только вот эти вот подвели. Плохо зимует. То есть в этом году только одна проблемная зимовка. Перерасход кормов в ульях есть, но не во всех. Ну и все. Выходим на февраль месяц на финишную прямую зимовки. Ждем радостного весеннего облета. И на этом зимовать заканчиваем. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, но ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И обязательно не забывайте в комментариях передавать привет моим мохнатникам чудовищам. Субтитры сделал DimaTorzok